Работа Татьяны Михайловны Деминой по большей части связана с медициной на севере. Единственной в карьере южной и действительно горячей точкой после окончания медучилища оказался Афганистан в активную фазу военного конфликта. Все-таки у меня немножко взгляд изменился после Афганистана на именно человеческие взаимоотношения, на ценность человеческой жизни. Вот это самое главное, что я оттуда вынесла. Два года с 83-го по 85-й по контракту в госпитале медсестрой помогли быстро повзрослеть. Это, вспоминает Татьяна Михайловна, самое главное приобретение. Собственно, такой багаж, который забыть не получается в дальнейшем, помог преодолевать жизненные неурядицы и профессиональные затруднения. Спасибо. Талон амбулаторного пациента поступает ко мне. Я в свою программу, которая называется Медстат, ввожу все данные вот этого талона. С 2004 года Татьяна Демина отвечает за медицинскую статистику заполярного месторождения. Талон амбулаторного пациента, который начинает свой путь в регистратуре, в итоге попадает к ней в руки. А после серии уточнений и проверок в дальнейшем становится частью архива, где собраны истории работников компании «Газпромдобыча Ямбург». Вот тут история болезни одного пациента, который у нас лежал. Я чуть не могу найти, ну, думаю, на протокол. Собранные по каждому пациенту данные позволяют формировать статистические отчеты на любые запросы. Например, о динамике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии или днях лечения в стационаре. Кабинетная работа не превратила Татьяну Михайловну в забюрократизированного клерка. Она регулярно подтверждает медицинские знания, обращается к спецлитературе, вспоминая в том числе о свой прошлый, можно сказать, боевой опыт медсестры стоматологического отделения. Везде лежали ребята. Вот я помню, стою на операции, и мальчишка, ну, совсем молодая, везде были лет по 17, было проникающее ранение глаза, и отрыв ступни у него был. Вот он лежит, он в шоке лежит, и вот он единственное спрашивает, доктор, я видеть буду, я видеть буду, он же еще не понимает, что это вообще, если один глаз, то второй, естественно, тоже как бы. В то время 25-летней медсестре повезло. За два года работы по контракту госпиталь и городок Пулихумри на севере Афганистана обстрелом не подвергался. Более того, именно там Татьяна встретила будущего мужа, их брак зарегистрировали в Мазари-Шарифе в советском посольстве. После контракта молодая для того времени классическая семья, муж военный, жена медсестра, благополучно вернулись на север, воспитали дочь, насладившись спокойной гражданской жизнью. Вспоминать я не люблю вспоминать вот то время, почему, потому что там смерть, там молодые ребята, которые не профессионалы, которые только научатся стрелять, только толком, так сказать, не научатся, что там их месяц, по-моему, или два учили в Ташкенте, и все, и бросают горячие точки. Вот это вот тяжело осознавать. И не хотелось бы, чтобы вот это повторилось ни в Афганистане, ни в Чечне, вот сколько тоже ребят погибло. Хотелось бы. Скажите, пожалуйста, вот этот код, как он читается? Код по заболеванию М51.1. Хорошо, спасибо. И я хотела, так сказать, в институт, но как-то в институт сразу не получилось. Я думала, сначала закончу училище, а потом даришь и буду учиться. Ну, как-то жизнь сложилась так, что так и осталась я со средним медицинским образованием. Татьяна Михайловна сейчас не думает о профессиональной карьере всей ее мысли с семьей. Она ухаживает за отцом, готовится стать бабушкой и говорит, что вряд ли сейчас решилась бы на такой отчаянный шаг, как в 1983 году. Впрочем, чуть позже добавляет. Кому-то надо ехать. Кому-то ведь надо помогать другим. Дмитрий Дугинов, Сергей Овсяников. Заполярное месторождение.